так сейчас мне компьютер ты перестанет тормозить ну ну вы вы бы видели вот это вот эти вот постоянно это вот почему каждый раз это занимает столько времени так сегодня мы смотрим фотографии которые я просто вышел и нафотографировал на свой великолепный хаситблат x1 для среднеформатная камера в руках такого криворукого чувака как я ни капли ни намека на шедевры вот вышел я сфотографировал в 12 часов самое неподходящее солнце она светит просто сверху вниз и ну мягко сказать короче светотельный рисунок не очень вот но я вышел и сделал пару фотографий сфотал ветки палки тучи ну как обычно в общем что все обычные фотографируют вот сначала зашел зашел в небольшое поле тут у нас рядом есть и там нашел какие-то вот такие вот цветочки в этот раз я старался фотографировать чисто по по экспозамеру а экспозамер всегда очень очень чет как-то очень светло экспометрирует и цветочки практически выбивается в пересвет вот и вот что первое мне не нравится потому что ты крутишь цветочки но вместе с цветочками крутится еще до хрена всего остального то есть как-то ты ждешь что в канале белого или какой-то канал но здесь к нему относится все белое более ну как это крутить я не понимаю какой из этих белых надо крутить чтобы было красиво то есть первая проблема я не знаю как 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 затемнить именно вот этот самый белый выбивающийся на цветочках не знаю ну разве что понизить общую экспозицию типа того потому что крутишь вот это сразу теряется контраст и фотографии как-то превращается в 8-битную картинку ну ладно счет тип того так ну что мы тут видим цветочки мне нравится на этой камере то как она виде тени вот это мне действительно очень нравится потому что камера не видит провал в черные вот просто в недосвет камера все-таки видит цвета ну в общем то цвета камера и видит и это прям вот и именно вот прям вот это вот супер круто потому что откуда мы не посмотрели но тут везде мы видим прям тончайшие тончайшие вот вглубь уходящая вот текстура и именно с цветом то есть она не уходит просто в черное она уходит в темно-зеленый это хорошо вот но как работать пока что с цветом со светом мне не очень понятно ну-ка давайте примерим какой-нибудь дурацкий пресет так ну пресета тут все какие-то уродски умница мячка пришла ладно пресет пока трогать не будем тут есть два каких-то профиля вот с этим профилем что-то меняется но я не понимаю что ладно следующий цветочек так выглядит не очень цветочек пока это я что такое нажал сейчас только что но может быть если как-то что-то как-то кадрировать типа вот как-то так нет что-то получился короче не кадр не очень а вот дальше значит у нас снова пересвет вот ну чё-то как-то так блин непонятно это красиво или некрасиво цветочек не в резкости капец на цветочек абсолютно не в резкости вот но когда отдаляешься кажется что ну в принципе нормальный цветочек то есть вот таким вот можно залить в контакты кто не заметит никто не скажет что на цветочке то мыло а цветочек абсолютно не в резкости вот но очень хорошо переданы вы посмотрите на вот эти вот оттенки именно вот на вот этом белом листе во первых тут есть и цвет ровно немножечко розовый кого да здесь есть небольшое по контуру зелень но это ладно это объектив так рисует но именно вот эти вот тончайшие полутона ну это на мой взгляд хорошо это на мой взгляд хорошо но правда вот этот вот момент это чуть не очень хорошо я не знаю может быть это из электронного затвора получается такая шняга шняжная но вот именно с бокой что-то тут явно не то то есть я не знаю откуда появилась настолько толстая зеленая линия я не даже не очень понимаю как она могла возникнуть вот но в целом цветочек ну вот по полутоновой своей вот структуре передано отлично отлично дальше я сфотографировал корягу мне показалось интересным то как передаст фотоаппарат всю суть коряги вот то есть получится ли коряга именно такую вот какой она была коряга похоже на какую-то непонятную креветку так теперь тут есть два кадра с разной экспозиции но тут как обычно какой-то мусор в зале ну елки-палки было очень яркое солнце поэтому я половину не видел так у нас есть два кадра вот так вот камера считала что экспозиция правильная вот конечно может быть она и правильная но вот этот вид вот абсолютно переженного бычка и очень яркой травы мне что-то кажется что это не очень ну как-то это самое ну так на скорую руку типа того а вот как я бы сделал экспозицию какую я считаю правильно потому что здесь действительно была тень под корягой тоже была тень ну и всякое такое вот это как видел я мне кажется как-то более правильно но тем не менее опять же то что мне нравится это тени с цветами это хорошо вот но но даже какая-то непонятная просто коряга где-то в кустах она просто за ну засрана бычками то есть видимо здесь какая-то мразь сидела курила здесь какой-то тут пакет ну капец какой-то снова этот куст белыми цветочками не знаю может это шиповник тут я посмотрел сзади коряга дом небо и вот я предположил что противопоставление всех этих вещей вроде бы должно быть красивым что вот цветочек в такой полу городской какой-то среде цветочек опять почти что не в резкости так и но правда по такому кадру я вообще не очень понимаю куда именно смотреть и где тут разглядеть именно цвета и именно цвета среднего формата и 16 бит и всякое такое максимум что я могу сказать это вот тени имеет цвет это хорошо вот ну вообще с баке фотографирует на среднем формате это явно не то так потом я вот этот вот сухостой решил сфотографировать или сухостой уже покрывается покрывается зеленью вот на экранчике сухостой был достаточно провален в черное и на и со 100 можно посмотреть что видимо камера из-за разности вот в пересветах тени подняла автоматом и они то ли из-за баке то ли непонятно из-за чего но имеет очень такую розоватую текстуру и они очень сильно шумят то есть все эти я действительно они разноцветные шумят непонятно какими цветами зелено-розовым каким-то непонятно чем и при этом у нас тут цветовое смещение в плюс 25 даже не знаю но кстати говоря если сделать на 0 то это вроде бы более зеленый становится зеленым но при этом все становится зеленым так цветочки выглядят цветочки как-то пережженно вот желтые цветулечки так желтые цветочки с фоном виде города и желтые цветочки без фона виде города нет фона чуть-чуть все ровно попала давайте обрежем вот выглядит выглядит как-то выглядит очень ярко очень ярко не хватает наверное контрастности что ли вообще конечно цветочки были яркими действительно потому что солнце очень ярко нет такими цветочки не были но что-то вот типа того правда сама желтизна цветочков она была вот примерно такая ну хотя что еще ожидать от фотографии просто цветов дальше я шел-шел по дороге увидел достаточно красивые березки и елочки вот и тут слева дорога а справа вот эти вот в тенях от березки елочки и соответственно я попытался сфотографировать но оказалось что перепад свет и тени тут слишком высокий и вот это вот левая часть березок она либо пересвечивается ну короче что-то я так и не понял как как этот момент сфотографировать потому что елочки они не такие темные как здесь кажется они все-таки были гораздо светлее вот а свет был не такой вот скажем так ну по крайней мере для глаза он не выглядел короче это выглядело красиво у камера с таким перепадом света и тени справилась он не очень ну вот примерно как-то так это все выглядел но это я всего лишь небольшой кусок его как тут объектива отдало ну такое короче ну что-то этот момент не очень получился потом я пошел к парку решился фотографировать вот это вот уходящую вдаль зелень что-то мне показалось что это очень геометрично и ну и кроме геометрии тут правда в кадре ничего нет но мне показалось что это очень геометрично правда я завалил горизонт теперь его поправляешь и вот этот вот не упирается в угол кадра блин ну елки-маталки блин что-то я не пойму горизонта куда завален вот судя по столбам вот так должно быть да но при этом это все как будто падает как будто она падает так блин это фотография ломает ломает мне глаза мне кажется что горизонт завален вправо а вот деревья и столбы говорят что он не завален и а тяжело конечно с художественной точки зрения фотография наверно не имеет никакого даже права на существование вот но с точки зрения геометричности ну выглядит все действительно очень геометрично прям как я люблю окей ладно и такая кадр мне нравится дальше тут посмотрел на деревья вдоль домов решил может быть это под палящим солнцем будет как-то красиво что-то как-то чего-то но что-то как-то зелень отобразилась как-то не очень то есть она была более яркая чем чем получилось вот но зато на небе появилась тучка она дала тень и вот этот вот момент вот небольшого углубления вот он отобразился очень четко действительно в этот момент вот именно сюда упала тени я подумал что надо сфотографировать и дальше глянуть а ну как она будет выглядеть вот выглядит даст но вполне достойно вот единственное что именно зеленый цвет выглядит как-то недостаточно он выглядит выглядит так что камера очень сильно уравновесила то есть он был более ярким относительно всего остального но зеленый цвет как-то стал то есть он перестал выбиваться так как он выбивался когда я на него смотрел и в результате он стал просто внутрь какие какие какие-то серым то есть мне кажется вот в этом все дело именно вот поэтому мне не нравится зеленый как он получается потому что он уже он на него тупо светилось солнце и он просто был каким-то но не таким он был что-то как-то вот типа вот того ну вот но по крайней мере вот здесь эти заросли выглядит достаточно контрастно тени конечно цветные но блин что-то тут пошло не так так ладно дальше я фотографировал стадион это я не знаю что за колбаса такая с цветом тут получилось тут по моему мозг камеры сошел с ума или то ли это какие-то отражения то ли я даже не знаю что такое но что тут явно пошло не так вот на вот этих вертикальных линиях и баланс белого получился достаточно темным то есть какие-то чересчур тени но что это такое я не знаю кстати говоря что же это ну попец так снова геометричность нет тут явно какой-то прям цвет то есть по ходу дела в этих штуках как-то меняется цвет блин надо снова пойти посмотреть как они выглядят а то я не пойму чуть такое то камера накосячила или это так на этом самом в парке что-то какая-то ерунда а тут же тучку я видел точно здесь я фотографировал тучку и дерево вот потом думал вот это вот так вот закадрировать отрезав все лишнее чтоб осталась макушка дерево . вот и был такой минимализм типа вот . дерево и стадион и как бы и все ну да . действительно есть и стадион тоже здесь я решил сфотографировать столб получилось неплохо здесь я посмотрю что вот это вот уходящая вдаль тень и вот этот вот полосвод снова создают какую-то непонятную геометрию я снова решил сфотографировать ее вот так посмотрим блин ну пересвет кажется слишком сильно выбился чего-то типа того но но так немножко подправить подправить еще больше вот и из-за пересвета я пока не очень понимаю что именно с ним делать потому что зелень пересвечена так резкость тогда где елки потолки зелень в бак и еще между прочим непонятно резкость она где-то вот здесь вот но наверное кстати говоря что-то типа того ладно потом я решил сфотографировать отдельно просто небо вот него получилось таким достаточно ну таким достаточно сереньким хотя как отдельные тучи и больше ничего выглядит вроде бы неплохо блин сбоку 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 видно чуть-чуть и этого самого стадиона ну вот так вот отдельно если тучки ну-ка блин выглядит неплохо я правда неправильно вот это вот тут какие-то полосы и видимо это полоски от объектива то здесь солнца где-то сверху а вот на полоски это засветка объективов sky вот но их почти не видно то есть их видно вот когда быстро двигаешься хотя ну подождите-ка ну почему вот они вот эти вот лучи да действительно о наши тучи стали желтыми почему это произошло но хотя если обратной стороны тучи она наверное она действительно будет желтая потому что там типа тени а там где тень там баланс белого уходит в плюс вот но синее небо получилось как вот не такой синюю так где у нас тут цвет синего то валент так как сделать небо то что она стала синим так это надо что-то покрутить я даже не знаю что нам было гораздо более синим тут она как бы тоже синим ночью тонку быть не такой синяя как так а если мы возьмем вот так вот сделаем ну вот примерно так я не знаю вот этот вот тинт он что-то вот только портит картинку вот примерно таким было небо так и еще пара просто туч потому что мы стали забывать как выглядит небо обычное просто небо ну выглядит неплохо неплохо так тут я посмотрел на дорогу увидел что здесь достаточно геометричника практически ординг вот и решил сделать кадр потому что вот это все мне как даже понравилось не знаю чем ну и плюс повезло что даже машин не было потом я решил сфотографировать листики листики получились нормально дальше решил еще сфотографировать чтобы был больше как бы как будто ты не знаю внутри деревьев находишься ли тип того так снова геометрия кстати говоря вот здесь вот тропа приобрела ужасно рыжий оттенок она некрасивая тут у нас другой баланс белого а вот здесь вот именно здесь абсолютно правильный сочный тон травы и у нас баланс белого немножечко другой давайте вообще уберем от ну и трава выглядит отлично но с другой стороны все равно мне кажется что тени достаточно сильно шумятся тени конечно цветные на по-моему за это пришлось заплатить и чистоту и их и они такие достаточно очень ну шумящие так завалил горизонт да я даже не знаю просто ужасно вот типа то вот теперь хотя бы выглядит нормально ну и того что же у нас получилось коряга конечно она похожа на креветку но не получилось из-за всевозможного мусора так цветочки цветочки ну цветочки есть и ладно сухостой точно не получился вот это вот желтизна от которой просто глаза хотят выплыть из орбит ну в принципе нормально но что сделать если желтые цветочки действительно желтые тут никто не виноват вот в принципе цветочки можно отрендерить вот этот момент не получился абсолютно дальше наша геометрия 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 ну здесь как-то наверное больше больше красоты потому что тут хотя бы видно что вот все вот эти моменты они имеют свой цвет вполне определенный вот и это выглядит как такая достаточно простая просто фотография в которой у нас и освещённое освещённое белым короче в засвете вот это вот левой части кадра вот эти вот кирпичи и всякая вот эта брусчатка и у нас тень падающая на траву и трава собственно также освещена и снова дорога и мы находимся близко под тенью вот этого вот дерева и все равно здесь видим детали при этом мы не вытягивали тени или того то есть вот в плане динамического диапазона вот камера постаралась тут прям на полную катушку и прям вроде бы выглядит просто как фотография даже вот эти просто люди в принципе ее не мешают даже лучше чтобы их наверно побольше было вот в плане вот динамического диапазона именно вот на вот этой фотографии все-таки камера по-моему выжила из себя все что можно вообще все что она только может вот выглядит хорошо потом тучи ну выглядит нормально реально с этим карантином уже даже на небо когда смотришь и удивляешься тому что ничего себе там 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 небо ел упало так вот этот вот момент получился как полная фигня хотя мне показалось что будет красиво вот именно вот это вот противопоставление неба вот этой зелени вот этой брусчатки городов сзади и вот это вот небольшой геометрии то есть такая как кадр в котором всего понемножку но в итоге ничего нет поэтому я его собственно и сделал и в принципе здесь также вот именно по освету теневому рисунку ну хорошо выглядит вот хорошая детализация то есть мы в принципе то видимо тончайшие оттенки зеленого вот то есть как такой полу технический кадр и даже в чб эту фотографию переводить вполне красиво так если сделать ее вертикальной то вот это конечно геометрия это замечательно но вот этот непонятный ласточкин хвост и на него типа смотришь и как бы и чё чё хотел сказать автор сиськи ради сисек не вот это выглядит лучше вот это вот безобразие которое слева противопоставляется вот этом красоте который справа если вот так вот отрезать вообще то почти что фотография нормальной становится вот этот кадр ну наверное он скорее не удался чем чем получился все таки здесь экспозиция вышла в пересвет слишком сильный так а вот этот вот кадр с тучкой деревом ну в принципе тоже выглядит нормально у меня типа такой фотографии уже есть ну в целом нормально вот ну я даже сказал даже нормально то есть отдает какой-то пустыне что ли не знаю в чем дело но отдает чем-то каким-то ковбойским западом я не понимаю может потому что это дерево напоминает кактус из фильмов про ковбоев или типа того но что-то в этом есть вот короче получилось парочка вот таких фотографий если кому-то интересно пишите спрашивайте задавайте вопросы по камере или типа того вот было у меня целая куча всякой разной фототехники опыт есть и во всякую чушь я уже не верю давным-давно из-за разряда как сделать красивую фотографию или там сделав красивую фотографию у вас да так попрет непонятно правда что но попрет вот задавайте может отвечу если это нормально будет вопрос фото прогулка на мой взгляд такая должна быть то есть тут может быть и нет шедевров но есть пара фотографий которые я в принципе залью себе на страничку и я этим доволен вот и лично я несу в массы именно то что хобби должно быть в кайф и все таки как ни странно для того человека который им занимается вот ну а если оно еще нравится другим то это вообще замечательно и фотография в плане хобби это отличная затея потому что она позволяет ну с фотографией тебе хотя бы надо куда-то ходить там двигаться общаться с людьми и всякое такое вот ну вот такие фотографии просто фотографии то есть я не считаю что каждая фотография должна быть шедевром а уж тем более на средний формат нет просто фотки просто сделал просто получилось вот так вот вот так что пишите всякое такое задавайте вопросы может что нибудь отвечу блять программа зависла не могу выключить трансляцию как правила как правила они у п